В музее-заповеднике Горки-Ленинске и более тысячи школьников из Московской области, Луганской, Донецкой народных республик примут участие в пятой военно-патриотической игре «Юнармия вперед», посвященной Дню Победы. Членов военно-патриотических отрядов из разных уголков России на площадке музея-заповедника объединило региональное отделение детско-юношеского движения «Юнармия». В составе каждой команды семь участников, из них не менее трех – девушки. Возраст игроков – 12-17 лет. Командирам, выйти из строя. Команды демонстрировали свою подготовку в смотре строя и песни. Статин в строю, силен в бою. В конкурсах марш-бросок, сборка-разборка автомата, защита от оружия массового поражения и других. Все ребята настроены на победу и с волнением ждут решения судей. Главная цель этих мероприятий – все-таки не очки голы секунды, а то, что действительно здесь единство, то, что действительно есть дух патриотизма настоящего, соответственно, то, что эти дети, они являются авангардом патриотического воспитания, они являются в авангарде всех вот этих вот мероприятий наших военноспортивных, слетов патриотических. Долгие недели ушли на подготовку и четкое выполнение конкурсных заданий у юнормейцев команды «Орлы» из города Ступино и игроков отряда «Память. Созидание» из «Мытищ». Это, во-первых, гордость за то, что мы смогли, даже несмотря на все препятствия, на все трудности, мы преодолели все, что можно было. Мне кажется, это как шанс показать себя и на что ты способен. Я считаю, что такие мероприятия созданы для того, чтобы сплотить коллектив, чтобы все мы работали слаженно, командно. Ну и, соответственно, у всех у нас здесь общая цель – победить. А что вам даст победа? Победа даст, во-первых, авторитет среди других команд, а во-вторых, просто радость за себя. Первенство разделили две команды – «Патриоты Подолье» и «Ступинские кадеты лицея номер один». Серебро у чеховских ребят Лопасненского батальона. Бронзу забрали, крепость из Можайска, сталь из электростали и антитеррор округа Химки. Идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка. После торжественной части команды посетили экскурсионные программы музея-заповедника. В следующем году ожидается увеличение количества участников, а это значит, новые герои проявят себя в сложных испытаниях и получат заслуженные награды.